Всем привет! Сегодня 12 июня, день независимости России. Я нахожусь на Новодевичьем кладбище возле могилы Бориса Николаевича Ельцина, где сегодня пройдет памятное мероприятие. С основания должна быть получена аккредитация... Это вы просто выдумали, не мешайте мне снимать, пожалуйста. Еще раз вам говорю, получите аккредитацию при службе ГБУ... Вы просто выдумали что-то, то есть не мешайте мне снимать. Пройдемте в администрацию, вам расскажут. Не мешайте мне... Я журналист, потому что... 260-е постановление правительства Маслова. Я журналист, я снимаю, вот моя пресс-карта. Почему вы докопались за меня? Вы должны получить аккредитацию при службе ГБУ-ритуала. Это вы просто выдумали что-то? Вот я вам говорю, я член... Я член экспертного совета при уполномочении России. Вот он имеет полное право снимать праздничные мероприятия. Если вы будете препятствовать это, вы будете человеком очень известного в России. Я вас прекрасно. Представьтесь. Меня зовут Сергей. Представьте, это удостоверение. Снимай, снимай. Да, да, да. Удостоверение, пожалуйста. Вы слышите, Анатолий Горькович? Вот, вот, показывай. Снимай его, удостоверение. Сфотографируй. Мне, пожалуйста. Публичник. Нет, я дать, зачем? Я не успел зачитать. Видите, побаивайтесь. Побаивайтесь. Пройдемте в администрацию, вам расскажут. Я не успел прочитать. Пойдемте в администрацию, я вам там все поясню. Если пойдем, то вместе, да. Ну, пойдемте вместе. Мы никуда не пойдем. Я вам еще раз говорю. Попробуйте нас арестовать. Вызывайте часть. Вызывайте военную часть. Какую-то. Полицейскую часть. Вызывайте. Вызывайте. Вот это почитайте. Это хорошая книжка на память. Дело не в том. Здесь как раз вы нарвались. Все это институции. Ну, ничего тут. Мы же не митингуем. Ничего. Снимай. Ничего. Высвали. Вы еще. Пошли в память. Нет, нет. Мы сюда. Мы сюда. Я знаю, правильно? Снимай, снимай. Лев Александрович, скажите, что для вас День независимости России? Ну, сегодня у нас тройной праздник вообще. Вот снимай на фоне этих минуток. Сегодня у нас тройной праздник. И нам устраивают четвертый особый день. Вот эта полиция как бы показывает, что день действительно особый. Ну, во-первых, как мне сегодня напомнили, Верховный СССР 12 июня принес закон о СМИ, который убрал цензуру и все остальное. Благодаря этому вот вы здесь, Конституция появилась нарушать Российскую Федерацию. Второе, и самое главное, может быть, что 12 июня была принята декларация независимости Российской Федерации. Это была независимость... Что такое независимость? Иногда говорят, что это как бы от других республик, что это как бы разрушение Советского Союза. Там ни одноусловно это нет. Декларация независимости от тоталитарного режима, который был до этого. Вот в сути, если взять текст, весь текст направлен на демократию, на создание нового, так сказать, фактически новой демократической власти, принадлежащей народу России. И основные пункты декларации вошли потом в Конституцию, первую и вторую главу Конституции России. Именно на основании этого возникло демократическое государство. И потом 12 июня, 30 лет назад, уже 1991 года, мы выбрали первого президента Российской Федерации. Это, конечно, огромное событие было, потому что... И главное, что он был поддержан большинством народа, так сказать, просто никаких сомнений не было. Это были абсолютно открытые выборы. И ему оппонировал коммунист. Коммунисты, скажем так, оппонировали. Не важно, как фамилия этого коммуниста. И, конечно, вот абсолютная победа Бориса Николаевича это было начало существования нового государства. Вот здесь написано, что такое написано здесь? Вот нас венок от демократической России. Обратите внимание, других пока не появилось. А демократическая Россия была той политической организацией, которую поддерживал лица. Причем, значит, мы... Без нас бы... Вот говорят, наверное, Ельцин там вот... Конечно, культ Ельцина, как всегда в России, это культ вождя. И он это заработал вообще, говоря. Вообще говоря, он заработал это. Он действительно был вождем. Так уж Россию устроили. Но без победы первой и единственной политической организации, демократической, оппонирующей коммунистов, массовой причем, демократической России, он бы не победил. Наина Ельцина. Субтитры создавал D-1. ИНТРИГУЛЯЙ СОВКОЛЩЕНИЕ. КАКЕТИ. Субтитры создавал D-8. А ДЕЛЯЦИИ. Субтитры создавал D-1. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...